На сегодняшнюю минуту в обсерваторах находится 177 человек, прибывших из стран, которые сегодня являются зоной риска по новому штамму омикрон. Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии и уже расположены в обсерваторе. Из 177 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов. Они госпитализированы. Часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. Ну и я хочу сказать, что в результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм омикрон пока двое, у четырех выявлен штамм дельта и у двух пассажиров выявлен грипп А, H3, N2. Ну и в общем-то 28 на 177 это больше 15%. Это достаточно высокий удельный вес. Следовательно, все, что мы делаем, мы делаем абсолютно обоснованно. Анна Юрьевна, в чем основные отличия антикронов от известных странах? Насколько он опасен? Мы сегодня четко понимаем, как он отличается в своей структуре, потому что результаты сиквенсов есть в международных базах данных, есть уже и в российской базе данных. И, исходя из этого, ученые разных стран делают одно и то же предположение, что он, скорее всего, более контагиозен, то есть более заразен и, возможно, имеет большим инфекционным потенциалом. Других данных за такой короткий период времени наблюдения в мире просто достоверных нет и быть не может. Поэтому ученые всех стран очень старательно исследуют сам вирус, исследуют иммунный ответ у тех, кто этим вирусом уже поражен, исследуют эпидемиологические характеристики, то бишь распространение там, где он распространяется. И я уверена, через короткое время мы сможем найти ответы на все эти вопросы. А во сколько он заразен? Есть вопрос дополнения по поводу омикроны. Сейчас в гипотезе ученые как раз заявили о том, что омикроны в четыре раза заразнее, чем в будущих там дельта. Означает ли это, что он будет менее опасен для человека? То есть он мутирует в сторону распространения, а не в сторону опасности? Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютных достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. А мы ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены. Еще один вопрос. Анна Юрьевна, вы равно увеличили коронавирус примерно раз в конкурсе на ветвые штаммы. Можно ли прогнозировать, будет ли у нас новый штамм в начале лета, в конце весны и в принципе прогнозировать ситуацию с коронавирусом? Пока это не прогноз, пока это просто наблюдение. И мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными. Спасибо им большое наблюдать за изменчивостью вируса. Вот плодный мониторинг позволит нам как можно скорее дать ответ на вопрос, как часто он будет меняться. И будет ли вообще меняться? И что будет происходить дальше? Спасибо всем. Убедение обстановки. Убедение обстановки. Значит, я хочу сказать вам, что любой из вариантов штамма, любой штамм нового коронавируса сохраняет его свойства как штамма респираторного, то есть передающегося воздушно-капельным путем. Поэтому все меры, которыми нами отработаны, о которых знает каждый человек в Российской Федерации абсолютно точно и, наверное, сегодня каждый человек на планете, это абсолютная гарантия того, что человек не заразится и не заболеет. Закрыть свои органы дыхания, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, соответственно, содержать в чистоте все, что вокруг вас и мыть руки, а сейчас еще и грибозный период. Все это защищает от любого варианта, любого респираторного вируса и в том числе коронавируса. И хочу отметить, что вакцинный иммунитет также в той или иной мере, в больше или меньше, и мы скоро это узнаем, насколько больше и меньше это распространяется на омикрон, защищает от коронавируса SARS-CoV-2 как от возбудителя нового коронавирусного инфекционного заболевания. Поэтому соблюдение всех этих требований абсолютно точно, но только обязательное соблюдение во всех ситуациях избавит нас от новых потрясений. Спасибо.